Дамы и господа, наш самолёт приближается к международному аэропорту имени Джона Кеннеди. Если вам нужно выйти, пожалуйста, приготовьтесь. Пристегните ремни и по моей команде нажмите на кнопку. Сработает система катапультирования, и кресло доставит вас в пункт выдачи багажа в терминале 1 всего за 2 минуты. Вау, я в деле. Путешествовать стало бы намного проще. Вы часами просматриваете сайты в поисках билетов с самыми короткими пересадками. Теперь каждый самолёт как автобус. Он пролетает над городом, а вы просто сходите на нужной остановке. Вы полжизни проводите у ворот в ожидании стыковочного рейса. Теперь нужно просто нажать на кнопку. Пилот и второй пилот убедятся, что это безопасно, и выпустят ваше кресло. Вы в кои-то веки вовремя окажетесь у рождественского стола. Вы слегка нервничаете каждый раз, когда самолёт приближается к посадочной полосе и выпускает шасси. Эта проблема окажется в прошлом. Ну, в какой-то мере. Земля будет приближаться всё так же быстро, но теперь вы окажетесь одни в собственном кресле с парашютом. В будущем мы точно увидим множество необычных вещей. Роботы за прилавками, летающие машины и катапультирующиеся кресла в пассажирских самолётах. Но не сейчас. В наши дни невозможно сойти с парашютом с ночного рейса из Чикаго в Лос-Анджелес и рейс любого другого. И вот почему. Существуют разные системы катапультирования. Катапультируемое кресло – одна из них. Первый его прототип выпустили в 1928 году. Система улавливала опасности, выбрасывала кресло со встроенным парашютом из самолёта. Оно не было доступно для самолётов с пассажирами, только для одиночных. До этого пилоту было довольно сложно покинуть неисправный самолёт. В случае аварии он должен был выбраться из кабины, залезть на крыло и спрыгнуть чётко между крылом и хвостом самолёта. Естественно, это заканчивалось травмами. К тому же было возможно только на небольшой высоте, если самолёт летел достаточно медленно. Вот почему дизайнеры начали разрабатывать специальную систему для автоматического катапультирования пилота из самолёта в случае экстренной необходимости. Со временем система становилась всё лучше. Раньше при катапультировании пилоту приходилось отклонять спинку кресла и самостоятельно выпускать парашют. Теперь это происходит автоматически. Но для среднестатистического неподготовленного человека всё это страшно, сложно и довольно опасно. Согласны? Современные катапультируемые кресла устроены довольно сложно. Если добавить всё необходимое оборудование и сам парашют, они весят больше 450 килограммов. Давайте представим обычный самолёт с двумя сотнями пассажиров, экипажем и багажом. Если установить в нём катапультируемые кресла, внутри окажется намного меньше пространства и посадочных мест. Примерно в 10 раз меньше. Возможно, за перелёт придётся платить в 10 раз больше. Если вы летите, скажем, из Нью-Йорка в Париж, перелёт занимает около 8 часов. Скорее всего, вы наденете спортивный костюм и самую удобную обувь. Мы с вами знаем, что ступни и ноги отекают во время полёта, поэтому нужно одеваться удобно. Если вы летите в катапультируемом кресле, вам придётся пересмотреть наряд. Пассажирам нужно будет надевать специальные костюмы, кислородные маски и шлемы. Так что же происходит, когда вас выбрасывает в атмосферу? Для организма это будет страшно. Вы летите с самолёта не самый приятный опыт. И само кресло, в котором вы сидите – необычное пассажирское кресло. Попрощайтесь с откидными спинками и подлокотниками. Новое кресло должно быть прочными. Никаких ненужных подвижных частей. Следующая проблема – температура. Даже на небольшой высоте она намного ниже, чем на Земле. Обычно самолёты летают на высоте около 10 километров. Температура снаружи в этот момент составляет около минус 55 градусов Цельсия. Для этого и нужен специальный костюм, чтобы не дать вам замёрзнуть, когда вы окажетесь снаружи. Ещё одна проблема – давление. Наверху оно низкое, меньше 30% нормы на уровне моря. Ниже давление меньше кислорода. Вот почему альпинисты берут с собой кислородные баллоны. Там практически невозможно дышать самостоятельно. Без кислородной маски вам сложно будет оставаться в сознании. Новому улучшенному креслу с парашютом понадобится свободное пространство вокруг, чтобы безопасно отделиться от самолёта, не навредив ни вам, ни другим пассажирам. Ему потребуется сильный толчок, чтобы выскочить из самолёта. В специализированном самолёте, когда пилот нажимает кнопку катапультирования, стекло над кабиной слетает, чтобы кресло могло без проблем вылететь из кабины. Но как это должно работать в пассажирском самолёте? Что ж, самолёт придётся проектировать с нуля. Построить большой, крепкий, безопасный самолёт с самой большой откидной крышей – задачка не из лёгких. Выходит, катапультироваться, пока самолёт пролетает над вашим домом, не выйдет. Что насчёт использования катапультируемых кресел только в экстренных случаях? Вы когда-нибудь прыгали с парашютом из самолёта? Я – да. Тогда вы должны помнить, что для этого нужно пройти подготовку, и даже тогда первый прыжок происходит в паре с опытным сертифицированным инструктором. Обычный пассажир без специальной подготовки запросто может запутаться и совершить ошибку. Неправильная посадка может привести к серьёзным последствиям. Особенно если добавить внешние факторы вроде гор, леса или воды. Или акул. Мне продолжать? Если бы из самолёта одновременно катапультировались десятки кресел, они могли бы столкнуться. Да и в любом случае практически все экстренные ситуации происходят во время посадки и приземления. Парашюты оказались бы там бесполезны. Даже надеть парашют – задача не из лёгких. Одно это прибавило бы час к демонстрации мер безопасности. К тому же каждому пассажиру пришлось бы выдавать его размер. А ещё парашюты обычно проверяют перед использованием. Если сложить всё это, у нас получится обширная проверка безопасности длительностью в несколько часов перед каждым полётом. Представьте, что вы поднялись на крейсерскую высоту. Вы бы всё время провели в парашюте. Это чревато множеством проблем, не говоря уже об удобстве при посещении уборной. Упс, всё-таки сказал. Даже опытные парашютисты иногда паникуют, когда приходит время прыгать. Как бы вы себя чувствовали, если бы летели на курорт, и тут вам пришлось бы собираться за 10 секунд и выпрыгивать из самолёта. Открыть аварийный выход во время полёта практически невозможно. Дело в разнице давления внутри и снаружи кабины. Пришлось бы разработать совершенно новую дверную систему. А что насчёт парашюта для целого самолёта? 40 лет назад одна компания разработала парашют для небольшого самолёта. Процесс должен был выглядеть примерно так. Если самолёт выходит из строя, система автоматически выпускает парашют, и конструкция продолжает снижаться, но на меньшей скорости. Скорее всего, такие парашюты способны поддерживать только легковесные самолёты. Всё дело в ткани. Для поддержки обычного Боинга понадобится несколько массивных навесов, которые накроют городской квартал. А уж весить они будут столько, что сам взлёт окажется под вопросом. Нам понадобится новая ткань. Лёгкая и прочная, но пока что, увы. Были и другие гениальные изобретения, предназначенные для спасения пассажиров в случае опасности. Один учёный изобрёл специальное вещество. С ним всё довольно запутано, но если вкратце, в случае опасности оно превращает любой воспламеняемый материал в песок. Естественно, формула волшебного вещества держится в секрете. Это не единственная специальная субстанция. Есть и та, что хранится внутри самолёта в специальных капсулах. В экстренной ситуации, прежде чем самолёт коснётся Земли, капсулы активируются. Вещество вступает в реакцию с кислородом и образует подобие пены. Она окутывает пассажиров, удерживая их на месте и защищает удара. Если это кажется вам безумием, не волнуйтесь, пройдёт ещё много времени, прежде чем что-то подобное одобрят для повсеместного использования. Многие люди боятся ли летать? Это понятно. Вы находитесь далеко от Земли и совершенно не контролируете ситуацию. Верить или нет, самолёты – самое безопасное средство передвижения в мире. Поэтому расслабьтесь, займите своё кресло и наслаждайтесь полётом. Но сначала не хотите ли сделать шаг наружу?